Великого Поста 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 И вот в частности, в пятой молитве вот есть такие слова. «Вонми глаз умолений моего», обращается в молитве, как Господа священник, «и рабу твоему» или «рабам твоим» истерия, соборуется несколько человек, «в немощи душевной и телесной сущим исцеления даруй. Подай им оставление грехов и прощения согрешений, вольных же и невольных, у врачу их язвы неисцельные, всякий же недуг и всякую язву, даруй им душевное исцеление». Дальше всю молитву я цитировать не буду. Вот как бы главные, можно сказать, ключевые слова, отвечая на пришедший вопрос, откуда мы знаем, где свидетельство того из самого чинопоследования, что в этом таинстве прощаются грехи, забытые и сделанные по неведению. И в следующей, в шестой молитве, которая тоже очень такая пространная, тоже примерно такие же слова, где мы обращаемся. «Молимся тебе и просим во благости твоей, сам ослаби, остави, прости, Боже, беззаконие грехи рабов твоих, согрешения их вольные и невольные, я же в ведении и в неведении». Если в преступлении или при слушании, или в ночи, или во дни, или в клятве священничестве, или отче, или материмость, и так далее, последование вот этой молитвы. Вот свидетельство того, что действительно в таинстве соборования прощаются грехи, забытые и сделанные по неведению. Как, дорогие мои друзья, правильно приступать к таинству соборования? Все таинства Святой Церкви, это не секрет то, что я сейчас скажу, для верных чат Церкви, что каждое из таинств Церкви должно предваряться покаянием. Откуда мы это знаем? Из учения Святой Церкви. Вот, в частности, святитель Игнатий Бринчанинов, я взял первый том его аскетических опытов, и любой из вас, кто желает, может это место даже найти и прочитать. Вот в первом томе о покаянии, что пишет этот великий Святой XIX века. «Покайтесь и веруйте во Евангелие, покайтесь, приближи быся Царствие Небесное», он цитирует слова Евангелия от Матвея и от Марка. Таковы были первые слова проповеди Богочеловека. Эти же слова доселе произносят он сам при посредстве Евангелия. «Сила покаяния основана на силе Божьей, врач всемогущ и врачевство, подаваемое им всемогуще». Здесь очень развернут, очень глубоко этот великий святитель пишет о необходимости, о важности покаяния. Приводит цитаты из Ветхого и из Нового Завета, многочисленные, в частности, слова из пророка Езекииля. «Беззаконник, аще обратится от беззаконий своих, и же сотворил, и сохранит вся заповедь моя, и сотворит суд, и правду, и милость, жизнью поживет и не умрет». «Вся согрешение его елико сотворил, не помянутся ему, но в правде своей, и же сотворил, жив будет». И вот, в частности, здесь святитель Игнатий пишет. «Ведал Бог немощь человеков, ведал, что они и по крещении будут впадать в согрешение. По этой причине Он, Он, то есть Бог, установил в Церкви Свои таинства покаяния, которым очищаются грехи, совершенные после крещения. Покаяние должно сопутствовать вере во Христа и предшествовать крещению во Христа. А после крещения оно исправляет нарушение обязанностей уверовавшего во Христа и крестившегося во Христа». Вот, дорогие друзья, я, собственно, вот это место, я и хотел вам зачитать, где прямо святитель Игнатий говорит, что покаяние должно сопутствовать в вере во Христа, Сына Божия, и предшествовать крещению. О чем здесь идет речь? Слова, хорошо всем известные из Священного Писания, «Аще кто будет веровать и креститься, спасен будет». В отношении маленьких детей, которые еще как бы своего самовластия еще не могут проявить силу возраста своего, они крестятся, принимают таинство крещения, маленькие дети по вере родителей и по вере восприемников. Но необходимое обязательное условие вера во Христа и покаяние. Поэтому это общепринятая традиция. Конечно, вы можете возразить, и, может быть, возразите достаточно уместно, что, может быть, не везде так это делается. Но это уже выходит немножко, дорогие друзья, за рамки нашего сегодняшнего ответа. Практики бывают различные. Но в идеале, вот так как надо было бы делать, сначала исповедоваться, а потом уже приступать ко всем таинствам Церкви. Например, взрослый человек, взрослый, желающий принять таинство крещения, беседует со священником, проходит как будто этот курс такого оглашения, да, собеседование, где ему объясняются все основы христианской православной веры. Исповедует свои грехи. Исповедует, то есть он осознает, в чем он согрешил перед Богом, в чем он был неправ, в чем он заповеди Божии нарушал до того, как вот он пришел к Богу. Исповедуется во время вот этой беседы, предварительной беседы перед таинством крещения. Взрослый человек, я подчеркиваю, сам свои грехи исповедует. Разумеется, священник не считает над его головой разрешительную молитву, как это считается уже над членами Святой Церкви. А в самом таинстве крещения, когда он погружается в купель со словами во имя Отца, аминь, Сын, аминь, Святого Духа, аминь, и человеку прощаются все его грехи. В таинстве крещения все грехи прощаются, смываются с его души. Но таинство покаяния в идеале так должно быть. И так оно всегда в истории было, за исключением тех периодов, когда Церковь находилась, в общем, не в самых благоприятных условиях и не всегда было возможно на практике применить. Потому что вы можете привести множество примеров, реальных, которые, в общем-то, любой священник знает, что в советский период, может быть, не всегда и не везде удавалось взрослому человеку первоначально исповедаться, осознать, как-то и сама вот эта практика оглашения не всегда и везде соблюдалась. Но это был особый период, особый период нашей истории, трагический период, период гонения. А в идеале так было всегда. Сначала человек исповедует свою веру, исповедуется, кается в своих грехах, затем принимает таинство крещения. И поэтому таинство покаяния предшествует всем таинством церкви. Таинство брака перед принятием брака, то есть желающие вступить в брак, уже расписавшиеся, вот они исповедуются в своих грехах. Равно как вот, само собой разумеется, это уже даже не обсуждаемая тема, перед таинством причащения необходима исповедь. Ставленческая исповедь предшествует рукоположению в священный сад, в диаконский, священнический и епископский соответственно. И вот мы сегодня с вами говорим о таинстве соборования. Наиболее правильно для тех людей, которые хотят действительно с пользой для своей души, которые серьезно, вдумчиво относятся к вере и к своей душе относятся серьезно, необходимо перед тем, как пособороваться, сначала поисповедоваться в своих грехах. И таким образом, таинство соборования, как вот только что я даже зачитал вам цитаты из молитв, оно как бы восполняет таинство покаяния. Потому что во время исповеди мы каемся в тех грехах, в которых совесть нас обречает. То, что мы помним. Вот, Господи, прости, каюсь в этом, в этом, в этом, в этом. Но есть грехи забытые. Есть грехи, сделанные нами по неведению. То есть мы согрешили, грех и является грехом, он имеет срока давности, грех есть нарушение воли Божией, грех лишает человека благодати. Грех становится вот этой стеной между тобой и Творцом и лишает тебе возможности принимать божественную благодать. Но есть грехи, сделанные по неведению, когда мы не знали, что это грех, но тем не менее сделали. И вот уже в таинстве соборования эти грехи, сделанные по неведению человека, они прощаются. И человек получает, как вот мы зачитали вам этот отрывок, получает душевное, в первую очередь, исцеление и исцеление телесное. Тут тоже один очень важный нюанс, на него надо обратить внимание, дорогие друзья, потому что так или иначе подобные же вопросы у людей возникают. Насколько часто, всегда ли человек получает телесное исцеление после таинства соборования? Опять-таки, вот все святые отцы церкви, тут можно долго перечислять, все единогласны в том, что ту пользу, которую ты получишь от таинств церкви, зависит от твоего вот этого внутреннего, твоего расположения, от твоего сокрушения сердца, твоего покаяния. То есть, насколько ты действительно искренне каешься, настолько ты даешь место для благодати Божией в твоей душе. Поэтому практика, которая, к сожалению, за последние, наверное, 20-25 лет распространилась, когда есть люди регулярно, приходящие в храм во время Великого Поста, чтобы пособороваться, но в течение всего года, естественно, в храме не появляются, не исповедуются, то есть в своих грехах не каются, а просто приступают к соборованию. Почему? Потому что вот как бы такая вот общепринятая представление. Вот надо пособороваться, чтобы исцелиться. Вот я заболел, надо пособороваться. Люди исповедаться не хотят. Главную причину своих бед, которая является грехом, что удаляет их от Бога, что делает их чадами гнева Божия, от этого избавиться не хотят. А к собору не приступают с таким, ну, я прошу прощения, с таким неким магическим способом. Такие есть в каждом храме. Вам любой священник, любого можете священника, даже того храма, куда вы ходите, любой приходской батюшка, хоть в сельском, хоть в городском храме, подтвердит вам мои слова. Приходят люди, которые исповедаться не желают или говорят, мы пока не готовы, да мы не созрели, да у нас еще грехов, в общем-то, нет, а пособороваться приходят. Вот такой подход к таинству соборования неправильный. Это скорее просто профанация, как некая такая, может быть, невольная, невольная, но все-таки насмешка над таинством. Какую пользу получат такие люди от такого подхода к таинствам? Ну, это очень глубокий, это отдельная тема, дорогие друзья, но я думаю, что все вы, внимательные и вдумчиво относящиеся к духовной жизни, в общих чертах уже понимаете, что к таинствам надо подходить серьезно, вдумчиво и благоговейно. И поэтому тот вопрос, который мы старались осветить сегодня, нужно ли собороваться здоровому человеку. А кто из нас здоров, дорогие друзья? Есть люди, которые физически здоровы, но так как мы все грешны, значит, мы уже все духовно больны. И вот даже вот в последнем Евангелии, вот седьмой отрывок Евангелия, который читается во время таинства соборования, там как раз в этом Евангелии, Евангелие от Матвея, как раз вот это зачало, здесь и говорится, как раз дается ответ на тот вопрос, физически здоровый человек, является ли он духовно больным или нет? Во время она, приходя Иисус, видит человека, сидящего на мытнице, Матфея глаголема, и глагола ему, «По мне гряди, и восстав по нем иди». То есть увидел Матфея, мытаря, и говорит ему, следуй за мной. «Бысь тему возлежащу в дому семнози мытари и грешницы, пришедши возлежаху со Иисусом и соученики Его». То есть множество мытарей, грешников, ну скажем так, соратников, друзей, товарищей Матфея, пришли и возлежали вместе со спасителями и его учениками. «И видевши фарисеи глаголаха учеником Его». Ну, фарисеи, как всегда, желали найти хоть какой-нибудь повод спасителя обличить, в чем-то его, так сказать, укорить. И они говорят не ему, а говорят его ученикам. «По что смытари и грешники учитель ваш яст и пьет?» Ясно, такой как бы недвусмысленный такой укор. «Как же ваш учитель смытарями и грешниками яст и пьет?» Иисус же, слышав речеем, «Не требует здравии врача, но болящие. Шедши же научитесь, а что есть милости, хочу, а не жертвы, не приду бы призвать и праведники, но грешники на покаяние». Вот здесь Господь и отвечает, что не здравые требуют врача, но болящие. Среди тех вот мытарей, мытарей и грешников, может быть, физически все были здравы, так или иначе, но Господь пришел, чтобы их спасти. Вот поэтому человек, который считает, что раз я физически здоров, есть и такое предубеждение, это как бы такое околоцерковное такое предание, когда человек думает, ну, когда я уже слягу, там буду на одре болезни лежать уже где-нибудь там на старости, тогда я пособоруюсь. А сейчас, пока я здоров, что мне соборость? Я жив, здоров, мне все нормально. Если ты и грешен, а мы все грешны, значит, твое состояние уже ненормально, значит, ты болен душой. А болезнь души — это грех. То есть, даже если ты физически здоров, но душа твоя больна грехами, значит, ты тоже являешься тем, кто нуждается в таинстве соборования. А таинство соборования восполняет таинство покаяния. В покаянии прощаются грехи, в которых мы каемся сознательно, а в соборованию прощаются грехи, забытые и сделанные по неведению. Человек получает полное исцеление и души, и тела. Желаю вам всем, дорогие друзья, помощи Божией. И в грядущий Великий пост постарайтесь более серьезно, более внимательно отнестись к своей душе. И приступая к таинству соборования, сначала поисповедуйтесь в своих грехах. Храни вас всех Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok